В этой части мы расскажем, как именно создавать такого рода объявления, как создавать условия для этих объявлений. И предлагаю с места в карьер. Техническая такая небольшая история. На самом деле настроить ретаргетинг очень просто. То есть мы сейчас расскажем немного дольше, чем это займет в реальной жизни. В реальной жизни у вас это займет минуты полторы. Для того, чтобы добавить новые условия ретаргетинга, вам нужно зайти на страницу «Мои компании» и в самом низу, в левом нижнем углу, у вас будет кнопка, которая называется «Условия ретаргетинга». Далее, если вы ранее уже добавляли какие-либо условия, вы увидите список из условий ретаргетинга, либо вы можете добавить новые условия, нажав на соответствующую кнопку внизу страницы. Абсолютно верно. Итак, на этом слайде вы видите непосредственно интерфейс, где вы создаете новые условия. Итак, мы сейчас вам покажем пример, когда пользователь положил товар в корзину, но не купил. Итак, чтобы создать такое условие, нужно в группе 1 выбрать, выполнено хотя бы одно, имеется в виду, выполнена хотя бы одна цель. И в данном случае эта цель будет корзина. Ну, то есть нажатие на кнопку «Купить», допустим. То есть мы еще не знаем, купил он или нет, он просто положил в корзину. И вторая группа, это не выполнено ни одного, и здесь мы выбираем цель «Оформление заказа». Получается, пользователь положил товар в корзину, но не приобрел товар. Итак, мы задаем название такой цели. Я советую называть так условие, как оно и звучит. «Положил в корзину, но не купил». И сохраняем. Все. Вы его видите сейчас, как готовый вариант. «Положил в корзину, но не купил». Что дальше? Дальше мы переходим к созданию непосредственно того рекламного объявления, которое мы будем транслировать тем пользователям, которые положили товар в корзину, но не купили. Мы нажимаем на кнопку «Добавить группу объявлений». И, соответственно, просто, как обычно, прописываем заголовок, текст объявления, ссылка на сайт. Хорошо бы, если бы заголовок и текст объявления все-таки отвечали именно тем целям, которые вы задаете в рамках условий ретаргетинга. Так как у нас сейчас интересны пользователи, которые положили товар в корзину, но не купили, то, соответственно, мы напоминаем, что до формления заказа остался всего один шаг. И как раз вот эта история про небольшой бонус, который мы можем предложить. То есть, если вы что-то не нашли, мы привезем под заказ. Ну, конечно, если рекламодатель готов это делать. И дальше в интерфейсе вы сможете добавить условия ретаргетинга. То есть, вместо обычных запросов, как вы привыкли это делать, вы добавляете условия ретаргетинга. Нажимаем на кнопку «Добавить», открывается окошко с уже созданными условиями. Здесь мы выбираем наши условия. Положил товар в корзину, но не купил. Вот, вы это сейчас видите. В итоге все. Объявление создано. Текст и условия вместо запроса, повторюсь. Справа вы видите цену. Оговорюсь, про цену мы поговорим ниже. Мы сейчас разбираем очень классический вариант. Есть очень много сфер бизнеса, где, в принципе, нет корзины. Но есть другие какие-то индикаторы, которые могут быть индикаторами конверсии на вашем сайте. Например, если у вас сайт посвящен туризму, возможно, вам будет интересно привлекать тех пользователей, которые как раз просмотрели, допустим, более трех или четырех страниц. Это говорит о том, что они на вашем сайте путешествовали по вашему каталогу, их явно что-то интересовало. Либо если у вас есть какие-то кнопки на сайте, например, форма обратного звонка или какая-то другая кнопка, вы можете настроить вместо «положил в корзину» нажатие на этой кнопки и возвращать тех, допустим, кто на нее не нажал. То есть здесь все зависит от юзабилити вашего сайта. Абсолютно верно. Кроме того, ниже мы поговорим о сегментах. Это тоже будет для вас интересно. Сейчас мы до этого тоже дойдем. Итак, отдельно мы также хотим рассказать примеры с циклическими продажами. Почему? Дело в том, что это не так просто, как кажется. Но с другой стороны, сейчас мы это покажем и все станет намного проще. Здесь хочется немного пояснить. У нас на самом деле много различных сфер, где актуальны циклические продажи. Что мы подразумеваем под циклическими? У нас здесь хороший пример, где мы продаем детское питание, ну, вообще детские товары. Мы понимаем, что частая ошибка рекламодателей, мы сталкивались с ней, когда рекламодатели хотели, допустим, через неделю тем, кто совершил заказ, напомнить о повторной покупке. И задавали условие, просто заказ оформлен. Таким образом, получалось, что они показывали свое объявление с напоминанием о следующем заказе, допустим, тем пользователям, которые оформили заказ три часа назад, а для нас важно показать именно тем, которые оформили его неделю назад, например. Вот здесь как раз у нас, собственно, мы сейчас разберем пример на тех пользователей, которые совершили покупку либо какое-то на вашем сайте другое действие именно семь дней назад. Давайте в настройки. Да. Для этого нам нужно выбрать. В группе 1 выполнено хотя бы одно. И здесь, обратите внимание, не на саму цель заказ оформлен, а уже на период, который был выбран, за 14 дней. А в группе 2 не выполнено ни одного. И здесь мы выбираем ту же цель, заказ оформлен, но уже за 7 дней. Получается, пользователь оформил заказ за последние 14 дней, но этого не было за последние 7 дней. То есть он уже 7 дней. Получается, как раз неделя до предыдущей недели там точно было оформление заказа. И вот этому пользователю мы вполне, ну у нас название, да, оформил покупку неделю назад, мы вполне можем показать новое объявление с напоминанием о том, что там, допустим, возможно, стоит пополнить запасы детского питания. Продолжение следует...